Еще до начала торжественного собрания, посвященного 80-летнему юбилею военного комиссариата Брестской области, в холле областного центра молодежного творчества было оживленно и празднично. Чтобы придать событию размах, церемонию чествования было решено разделить на два этапа. Один из них состоялся за час до событий на сцене. Лучшие сотрудники не остались без наград на кителях и получили грамоты. Работа в системе военных комиссариатов очень многогранна и сложна. Если вооруженные силы выполняют одну боевую задачу в воинской части, то военные комиссариаты на очень много направлений в сфер деятельности, как и учетно-призывная работа, военно-мобилизационная работа, а также социальная защита граждан, военных пенсионеров. Горжусь, что я родину защищаю, что имею свою семью, которая гордится своим отцом и воспитываю таких же своих защитников. Два сына у меня есть, которые готовы тоже защищать свою родину. А уже после, с большой сцены на торжественном собрании сотрудников и ветеранов с юбилеем поздравил председатель Брестского областного исполнительного комитета Анатолий Лис. Руководитель региона отметил значение военного комиссариата в деле патриотического воспитания молодежи, поддержание мобилизационной готовности, обеспечение ветеранов и военных пенсионеров. Разрешите поздравить всех, кто причастен к этому празднику, пожелать всем успехов дальнейших. И самое главное, чтобы те знания и опыт, которые накоплены, или которые мы сегодня имеем, чтобы они нам не пригодились, а мы их теоретически и практически только изучали. Задачи, которые ставятся перед военными комиссариатами, много. Одна из последних – это организация территориальной обороны. На днях в Беларуси началась проверка ее системы. К этому мониторингу сотрудники военного комиссариата Брестской области отнеслись с максимальной ответственностью. Уже четыре военных комиссариата области отчитались по этой проверке на хорошо. Проверка продолжается и будет продолжаться до конца следующей недели. У нас не за горами призыв, поэтому тоже активно готовимся к призыву. Мы приписываем молодежь 2004 года. Ну и вы знаете, что со вчерашнего дня начался второй этап проверки вооруженных сил, в ходе которого тоже мы поставляем мобилизационные ресурсы в наши воинские части Брестского гарнизона. Военный комиссариат Брестской области уже традиционно занимает лидирующие позиции среди военкоматов Беларуси. Все достижения, которые сегодня есть – это заслуга сплоченного коллектива, в котором все вопросы решаются по мере поступления. Всего в структуре работает порядка 500 человек, и все чаще дамы носят военную форму. Большая часть коллектива – девушки и женщины. Немало работает и гражданских специалистов. Я другого себе и не представлял. Отец у меня был военнослужащий. Я с юных лет везде форма, оружие и прочее. Просто другой жизни не представлял. И в общем-то ни о чем не жалею. 33 года я прослужил в армии. Из них крайние пять лет я был заместителем военного комиссара Брестской области. А сейчас я в военном комиссариате Брестской области вот тружусь на этой должности гражданского специалиста. Виктория Нечаева, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Бук-ТВ.